Я думал взять обычную камеру, но потом думаю, ну я ж люблю полицейских кнопку, то нажимал. Я на сигнал жму вот, сигнал типа и он в мигалке включает, ну на этот, на клаксон, не туда. Ой блядь, я не туда поехал, ладно. Ты забыл, что по прямой? Я ж по привычке еду, так как оно должно ехать. Так, как еще раз на H? Ну я же на геймпаде играю, у меня на правый этот стик я нажимаю и у меня на нем сигнал и естественно мигалки включаются. На клавишу гудка мигалки включаются. Я не знаю, что ты делаешь. Блин, жалко, что во второй части нельзя время, ну типа время года ставить. Осень, там лето, весна, зима. Блин. Зиму можно, но весны и осени нет. Это плохо. Вот как раз эта гонка осенняя типа локация. Хотя тут все локации, потому что через все штаты едем. Уэри. Уэри. Блин, плохо, трафик не реагирует на мигалке. Давай, догоняй. Кого я нашел? Гудок назад. Воу. Так что такое очко запитнулся? Это надо угнеть. А, тут он решил так поставить маршрут. Нормальная игра ты придумала. Да. Ха-ха-ха. Вот этот участок, этот прыжок есть. Вот это сокращение во второй части. Но она немножко в другом месте находится. То есть там они чуть-чуть карту все-таки увеличили по масштабу, поэтому там некоторые, многие повороты не сочетаются. Не на том месте стоят и так далее. Но визуально это видно. Что эти маршруты и дороги есть. Хоть они и в других местах. Ну лучше было, когда карта была поменьше, но плотнее. То есть ты тут ездишь и у тебя постоянно какое-то разнообразие ландшафта. Сюда бы запилить физику со второй части. Или, не, вообще с Моторфеста. О! Сюда физику с Моторфеста. Вообще заебись было бы. И звуковой движок сюда с Моторфеста. Ха! Вообще кайф. Блядь, жалко, что в Моторфест не перенеслись вот эти, блин, коповские версии машин. Хаммера, вот этого внедорожного. Ну да, я его тоже не понимаю. Кстати, надо бы его пофоткать. Я потом попробую этот винил повторить в Моторфест. Во второй части у меня все эти лого коповские уже есть. Я же создавал две машины коповских. И у меня эти все уже надписи. Я на Хаммера могу их просто разместить. У меня все эти объекты и надписи и логотипы уже все создано во второй части. Я просто могу их разместить на эти места и все. А шо, можно твои созданные группы фигур для любой машины применять? Да, я же их локально сохранил и все. И могу на любую машину теперь их применять. А, то есть целые группы фигур, не весь винил. То есть, допустим, нужно какой-то логотип. Так а шо их разместить? Смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь объектов разместить. Вот и все. Я понял, но в каждом же объекте у тебя по куче винилов. Я вот про вот это говорю. Ну так и че? У меня... Можно какую-то группу слоев прямо переносить на разные машины. Ну смотри, я просто открываю вкладку локально. И вот этот, допустим, логотип, вот этот с львом или с чем он, вот этот, с пантерой. Ну, который сделан, допустим, из сорока объектов. Ты можешь... Ну, я просто добавляю, и он уже готовый целый. Его не надо заново соединять. Я думал, кто понял? Я думал, что ты создаешь ливрею целую, и только цельный ливрей можно... А, нет, отдельную полоску даже можно добавить. Вот эти сзади на бампере... Сзади на бампере вот эти, вон, видишь? Я только не увидел трат. Наклонные эти вот, полоски красные. Ну да. Они у меня тоже сохраненные в локальной. Я просто их беру и ставлю, и все. Ты, кстати, заметил, что в Z-Crew, помимо всяких Peugeot, и, ну, Peugeot, и, но в Моторфесте же нету, да, со второй части? Так, и еще и Abarth нету. Я только вот недавно Моторфест... А вот нет, как бы ты сказал, первого нет. Ну, Peugeot, Renault, вот этих. А, ну, Peugeot, Renault, понятно, они новые. Не, там еще ж были Renault. Там Renault в ралли уже ж были, да. Так вот... Не, Peugeot есть, 3008. Ну, единственный, да. Я имею в виду, в ралликроссе нету некоторых машин. И вот еще Abarth нету вообще ни одного, ни в стритах, ни в ралли. И чтоб не только один вот этот дакаровский и все. Ну да, потому что это custom, по сути. Это custom. Не, я говорю, его во второй части, это был единственный Peugeot до выхода вот этого. Ну да. Так что, ну, Peugeot понятно, а вот Renault что-нибудь добавить, не знаю. Ну вот, кстати, Abarth тоже нет. И не будет в Моторфесте. Обидно, Abarth моя одна из самых любимых. А знаешь почему? Правда. Они лицензию отозвали. Именно отозвали они? Да, именно отозвали. Не знаю, только юбиком или всем. Вот это неизвестно. Интересно. Я вот не знаю, было ли в какой-то игре, был ли Abarth и есть ли он сейчас там. Вот это мне интересно. Видишь, и Fiat нет, Abarth и Fiat. Ладно, Abarth отозвали, но Fiat это по сути тоже самое. Так. Вот так. Я помню, надо ехать. Так, надо вспоминать, куда тут правильно ехать, чтобы выехать сразу на железку. Ааа, тихо, отбойник. Левее чуть-чуть надо. Так, вроде сюда надо ехать. Подожди. Вроде сюда. А, да, 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 сюда. Я... Вон это, да, трасса. Ее надо будет переехать и там будет... Все, я понял, надо было изначально чуть правее ехать. Во, все, он перестроил маршрут прямо туда, куда надо. Отлично. Причем пока вот по километражу мы проехали километра два, и он уменьшил на километра два. Мы с тобой ничего не выиграли. Не-не-не, теперь же мы не будем вилять вот это постоянно по дорогам. Теперь вот тупо по рельсам все это время до границы ехать. Ха-ха-ха. Так шо. Теперь по рельсам есть. Я даже что и ставил, что когда ехал по рельсам во второй части, я не мог на рельсах разместить в контрольной точке. Я расставлял приблизительно... Приблизительно расставлял в местах в некоторых. Я вон... Черт знает какие маршруты там проделывал. Прокладывал. Такой кринж был. А я вот не знаю, можно ли удалить вот эту мою созданную уже гонку. Надо будет потом посмотреть. Перехватчики спешат. Да. Спил стример. Килл стример? Да. Спился стример. Да. Килл. Килл стример. Да. Мои поезда... Чего мы хотим? Мы хотим... Ту-ту делать. Мы хотим ту-ту делать. Для этого достаточно поставить просто самые большие диски. Да. Монстр траковые. Монстр траковые. Монстр траковые еще эти колеса, да, и диски огромные. Сейчас будет весело. Сейчас поворотик. Чуть-чуть левее возьмем. А перед там подальше. Ты думаешь, я на геймпаде не умею ездить, чтоб врезался бы в тебя? Нет. Скорее меня снесет. Да. Хе-хе-хе. Вот то, о чем я говорил. Хе-хе-хе. Не, ну тут... Ну тут у тачек более такая валкая физика. Ну, по крайней мере, у Хабер. И это прикольно. Я вот не знаю, создавать динамическую, да, погоду? В Закрю 2 на эту гонку. Или статичную? Ну, да. Да. Динамичную, да? Чтоб игра сама меняла. Да. Как и тут, окей. Пусти, пусти. Время меняется тут. Ну, кажется, мне кажется, мы и ночи дождемся здесь. Да, мы ж... Ты что, забыл? Здесь статично. Начинается время на закате, а приезжаем мы уже под рассвет почти. До границы, как раз до финиша. У тебя, кстати, мигалки и работают, но звука от них нет. Такие перепады высот для путей не рекомендуется вообще. Как только шо тут было, блин. Резко так вниз, а потом вверх обратно. Где-то мы здесь будем еще сокращать разок. Да, 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 да. Но это еще не скоро. Примерно минут через десять. Минут через десять, да, или через пятнадцать сокращение. Причем, знаешь, в чем прикол? Я уже забыл эту трассу в этой игре, но я помню, когда мы с тобой проезжали ее, ее прокладывали, и я интуитивно вспоминаю. О этой карте. Бл. Ты, блядь. Нарушитель один арестован? Да. Хехехех. Второй арестован. третий здесь так трафик отскакивает ты понял я только что через трафик перепрыгнул нормально я понял я в трафик врезался и он не влетел скажи спасибо что у тебя камера аварии не сработала короче я демон уговорил и тебе говорю я обратно на гигабитный переключил знаешь почему включился у меня получается 100 мегабит смотрю утром встаю и нет нет но при этом все работает все нормально сайт у них работает у провайдеров все дела телеканал вот эти через этот самый как его ну короче про гудет эти каналы в интернете смотреть на компе все работает думаю да что за хрень это нет перезагрузил уже конвертер перезагрузил роутер подключал напрямую ни в какую притом на сайте написано что интернет активен деньги снялись думаю да что за хрень позвонил в техподдержку в 9 утра типа мол говорили да они еще спят они с 10 я говорю мне похер пусть встают позвонил позвонил я в техподдержку ну и что типа что они спят они только с 10 а я позвонил в 9 думаю я себе говорю типа пусть встают мне насрать в итоге не взяли операторы заняты спустя минут 7 наверное звонит техподдержка беру короче спрашиваю что за бред и угадай что за ответ вы подключили блять этот тариф где только эти телеканалы и интернета нет в нем думаю спасибо то есть за 300 гривен блять 100 мегабит в секунду это только телеканалы типа на сайте в личном кабинете написано что это OTT плюс PON блять а я что должен знать что такое OTT или что это бред в итоге пришлось докидывать еще 200 гривен и она типа спросила переподключить сейчас обратно на 1000 говорю ну давайте вам вам только занести надо 160 гривен но я все равно 200 кинул все и нет обратно то есть получается у них только один единственный тариф 1000 мегабит за 500 гривен но это пиздец был 300 мегабит был 100 ничего нету оставили только максимальный спасибо а если у меня денег нет 500 гривен на инет каждый месяц короче да короче пиздец и они в итоге в городе тоже на квартирах где-то 1000 тоже есть а где-то по адресам только 300 мегабит и везде одинаковая сумма даже даже у кого 300 мегабит у них все равно 500 гривен в месяц короче хитрожопый провайдер раньше у них было 100 мегабит и 300 сначала было 100 потом добавили 300 было 100 и 300 потом добавили еще 1000 было 3 на выбор я с 300 переключился на 1000 в итоге они убрали получается убрали 100 мегабит что я не видел потом они убрали 300 мегабит это я видел как они убрали и оставили только типа 100 и 1000 ой не туда блять вот сюда надо было сразу на сокращение я что-то заговорился и в итоге оставили только 1000 как видишь сюда 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 нам надо а да да тут где-то дорога должна быть блять я чуть-чуть не туда поставил ну ладно да 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 я запутался да налево а тюйокарный бабай нет блять вот нам же на кладбище самолетов надо ну вот сюда вот блять конечно охуенно ты будешь записывать я тебе наложю так что я просто пропущу и все этот момент ну заговорился не на дорогу выезжай на дороге проще сейчас будет блять ёп твою мать надо было тупануть и поехать направо опять не туда вот здесь дорога прикольнее она атмосфернее она такая как бы старо сделана там же в закрю главный идеальная свежая дорога посреди такой локации да тут еще гравий есть а в крю 2 гравия больше нет в этих всех местах и вот эта локация самолетов она какая-то более оккультуренная дома вот эти выглядят новыми да и самолеты как бы визуально новее хотя это типа заброшенное кладбище самолеты но это не совсем заброшенное здесь иногда в отстойник ставят на долгое хранение но они не всегда все поголовно полностью разобранные или не летающие они типа в отстойнике стоят как списанные но некоторые там могут еще летать если их конечно отремонтировать то что там сломано допустим а нам не надо было свернуть вот так вот так сейчас едем отбойник вот видишь минус второй части то что там вот эта граница совсем уже не такая вот эта дорога тут тупо прямо а там извилистая такая не вообще не нравится мне во второй части как выглядит эта граница я помню как я вот здесь ездил вот эти вот объекты сбивал а уже было миллион объектов о а это даже не доделывал нафиг надо прикольно забор улетает нихера некоторые блять здесь сетки улетают за этот на высоту трех четырех этажей а смотри как я развлекался смотри тупо боком боком можно ездить 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 уй-хи ездить 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 давай догоняй не буду нитро врубать блять ну тут длинная реально длинная прямая это вообще кайф зачем надо было блять эту границу переделать во второй части и делать какие-то серпантин и обрывы черт знает что посмотри кстати на хаммера на его колесную эту при определенному углу осмотра у него нет ни подвески не рессор ничего нету просто колеса в воздухе держатся пошел пошел для вот здесь прикольно границ вообще буду да с двух сторон скалы да и ты зачем во второй части стену вообще-то как таковую убрали этаж граница а стены нет и вот этот все переезд кпп тоже убрали да тупо как-то они сделали ай я тоже прыгал